Удар пришелся вот на это место. Трогать руками не буду, потому что тут же поклюется. Тысяча лет с Маринкой не ездили. Сейчас поедем на автобусе. Видите, стоит наш автобус. Сейчас полетим. Потому что машину сегодня вечером сказали, что дадут. Кстати, кто не знал, нам машину разбили немножечко. Сейчас вот фотографии увидите. Это нам утром въехал молодой человек. Он, получается, ночью отвозил жену с ребенком. Ну, жена беременна была, жена родила в роддом. Ну, и, видимо, не спал, а утром засмотрелся и дал нам жопу стоячим. Мы на перекрестке пропускали машину. Он нам уехал. Ну, сразу, в принципе, все починил. Сколько? Три дня мы без машины? 30 тысяч это обошлось ему, получается, ремонт нашей машины. Без учета колпака. Без учета колпака, да, еще, который сзади запаску закрывает. Так что сейчас машина стоит. Нам сегодня позвонили с сервиса. Как раз про этот сервис мы расскажем. Кострол. Кстати, адекватные, хорошие люди. И, в принципе, быстро сделали относительно. Если это было в понедельник, да? Нет, во вторник мы отдали. И сегодня пятница уже. То есть там крышка багажника ушла немножечко. Ну, это все дело. Бампер порвался. Все это не делали. Ну, в принципе, сегодня заберем машинку. Хочется уже? Ну, мы сейчас еще на протезку заедем. Там у меня две фотолушки лежат. Вот там в рюкзаке я настроил. Надо отдать. На лобазы везут. Нет? Да. Сейчас, короче, через остановку, мне кажется, выпрыгнем, да, чтобы пробежаться? Нет. Да, мы едем до Дружбы. Ленивая? Нет. До Дружбы поедем, там так много ездишь. Нет, 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 там вот, где Пушка стоит, или Пушкин парк, что за парк? Нет, мы не пойдем с 905-го года. Почему не пойдем? Нет, не с 905-го года, там Уральская. Горко, после Гудвина. Нет. Можем еще дальше доехать? Лентяйка. Нет, мы пойдем тогда возле отдела, мы садимся. Где-то работала, конечно. Оттуда пойдем. Ну, пойдем. И пойдем в Дружбы. Да нет. Пойдем садим, все. Лишно. Возмущается. А что, говорит, ты мне руку даже не подал, из автобуса вышли? Вообще разучился хорошим манером. А кто-то дома пожрать вовремя, приготовить, тоже разучился. Ребята, прикол знаете в чем? Мало того, что она холодильник вчера разморозила в морозилку. Мы сейчас выходим из дома. Звонит Наська. Мама, ты говорит, воду-то что от пельмени-то не выключила? Три часа, ребят. Два часа как пельмени достала, вода там стояла у нее, кипела. А у меня была такая большая кастрюля, я сварила все пельмени, там были капустные, с мясом, чтобы они не испортились морозилки, отключили в холодильник. Приколы, да, ребят? И она у меня, видимо, так тихонечко... Оперативной памяти надо бать. Значит, мы вышли, получается, на землячке. И у нас сейчас на счетчике тысяча шагов. То есть, фактически, до этого мы тысячу делали шагов. Сейчас посмотрим, сколько мы до протезки дотопаем, сколько будет шагов у нас. То есть, от этого места. Я, конечно, хотел с 905 года стартануть, но Маринка, зараза, ленится. Так что все, ребят, вот такая у нас погода. В принципе, солнечно, не так сильно холодно. Классно. У меня ощущения весны. Ярки там гуляют. Очень прикольно. Маринка все пытается сократить путь, всячески ищет. Я не сократить. Я говорю, зачем нам ищет? Так, ребят, смотрите, у нас какая ситуация. Вот то у нас в Перми не было. Вот такое у нас красивое трамвайное управление. Да, это то есть трамвайное, там это троллейбусы. Такие вот старинные. Кому интересно, мы в следующий раз обязательно отстимим здесь, вблизи посмотрим. А здесь что, и в Сиру туда не залезешь? Я думаю, что можно попросечь экскурсию для нас. Для зрителей. Я думаю, не откажется. Маринка, она все время не уверена, сидит человек на самом деле. Она все время ставит в себе ограничения какие-то. Она говорит, да ты че, не верю. А я как бы вообще по жизни оптимист, мне похеру. Я иду и делаю. Ударить по голове не ударят, отказать. Если не откажут, ну че теперь. Саша идет всегда на пролом. Да. Здесь нюансы, когда надо остановиться, он все равно идет. Похер вообще, ребят. Я считаю, живем один раз, и что себя отказывать? Что-то какие-то стеснения придумывать. Все страхи мы сами себе, ребята, в голове придумываем. В принципе, как-то так. Так, ребят, ну все, мы проходим нашу телевышку, вот эту большую, новую поставленную. На Пермской ярмарке. На Пермской ярмарке. Раньше это была Пермская ярмарка, сейчас там уже нету Пермской ярмарки, она уже переехала. Ее отселили. Наверное, так и осталось, нет? Ну, наверное. Где-то у нас получилось 3 900 пока шагов. То есть вычесть тысячу. Тысячу стоит тысячи? Да. Тысячу вычитаем, 2 900 шагов. То есть здесь, я говорю Мареньке, что не получится у нас сделать наш сегодня этот план. А она ленивая жопа, блин. Ну, я люблю ее. Нам еще идти, ну, тысяча шагов, наверное, идти-то есть. Ну, я думаю, где-то полторы, да. Но это все равно не сделает тот. Так что мы домой... А, нет, мы в сервис пойдем пешком. У нас сервис на Южном. В сервис пойдем пешком. А что ты смеешься? Все. Там немало идти. Мне позвонили сейчас с этого сервиса, ребят. Спросили, могут ли они повесить рамочки на номера... На номер задний, я так понял. Их фирмы. Но я отказался, потому что я именно Пермский край рамочки вешал уже давно. Когда вот только машину купили. Вот, я говорю, не, нам не надо Кастроловский. Ну, такие вежливые как бы, да. Все хорошо. Я единственное думал, лишь бы не ту рамочку, которую в Пермском крае у меня было, не поломали, да. Вот. Так что, вот такая погода прекрасная сегодня. Вообще просто отлично. Для прогулки, да. Люди гуляют с собачками. Минус восемь у нас. Ну, вот. Главное без объектов. Такая от нас красивая погода. Классная. Люди довольные с собачками гуляют. Доброжелательная. Так что, холодно, правда, чуть-чуть только носом померзает. Ну, что, ребята, вот мы подходим к протезке. 6800 пока зачетчик шагов. Мы, получается, по сути, прошли 5800, да? Да. Ну, мало. Учесть, что из этой тысячи часть еще до остановки у нас была. Так что, нормально. Мало, маловато будет. Все равно пойдем. Все равно пойдем в автосервис пешком. Нет, не отмазывайся. Вот. Ребят. Здесь находится протезно-тептическое предприятие Пермского края. Сейчас мы туда быстренько сбегаем. И пойдем это на сервис. Вот мы вышли уже с протезки. Ну, достаточно далеко ушли. Идем уже по микрорайону Южный, да, это, получается? По частному сектору. По частному сектору. Татуары, ребят, конечно, желают оставлять лучшего. Тут просто пипец. Идем. Спотыкаешься, допадаешь. Скользко так. Ну, вот такой вот у нас частный сектор. Он как бы, ну, элитный вроде считается, да? Потому что в городе дома тут такие достаточно дорогие. Коттеджик. Да. Ну, там, вот, не знаю, это католическая или церковь. Так что, прекрасно смотрится, да? Красиво. Прямо такое. Ну, все, вот идешь, и в основном все центры, центры, кузовные центры, сервисы. Вот здесь дороги, ребята. Вот видите, машина стоит. Все настроено. Ну, погода просто шикарная. Очень хорошо, что ветра нет. Да. И это в минус 8 оно не так чувствуется. Ну, сейчас мы дойдем до самого автоцентра вот этого, как раз, Кострол. Ребят, мы уже практически близко. По этим козьим тропиночкам идем. Тут даже писец. Пиздец. Ни тротуаров, ничего нет. Вот такими тропинками мы добираемся. Где-то вот там, ребят. Там где-то заправка, за поворотом, за тем. Ну, вон, где там эти баннеры висят. Вон там, зеленое, видите, это наша заветная цель. Уринка, ну как тебе прогулка? Нормально. По этим козьим тропинкам. Да, можно было ехать на автобусе, ребят. Ну, или там, не знаю, на машине такси. Но мы прогулку решили устроить. Вот сейчас скажем, сколько у нас в общей сложности вышло. Где моя любовь? Разочетки. Вот он, в центр, ребята. Мы пришли, мы уже рядышком. Переключи, чтобы выглядели. Сейчас переключим. Вот так он выглядит. Вот, ребята. На южном. Адрес сейчас ближе подойдем. Скажем, какой адрес. Ну, единственное, что надо добираться все-таки на автобусе. Либо же на такси пешком. Это приключение. Да, ее помыли. Ну, видите, сзади уже все получается. Нет, нет, нету ничего. Бампер целый, вон, видишь. Все целенько. Вот туда, куда удар был. Все прекрасненько. Что скажешь? Соскучилась по машинке? Конечно. Как помните, ребята, вот здесь под стеклом у нас небольшая ржавчинка была. У этих машин бывает такая болезнь. У всех, у кого пятая дверь сзади. Здесь ее убрали, снимали стекло полностью. Вы из видео поняли, наверное. Все, машинка как новенькая. Да, Маринка? Я очень скучал по нашей машинке, ребят. Вообще, просто мы ее любим, обожаем. Я даже Маринке говорю, давай поменяем на супер. Она сказала, нет. Своё и своё, да? Да. Ну все, пойдемте, ребят. Сюда подключается. Адрес какой здесь? Вот. Братская. Братская, 76, да? Что какая-то ты такая? Устала? Я хочу в машинку. В машинку хочешь? Адрес, ребят, что можно сказать по этому сервису? Который отдавали ему машину. Сделали тяп-ляп. Можно даже посмотреть, когда отправить. Не прокрасили, да? Все. Не то, что не прокрасили. Прокрасили очень плохо. Специально помыл машину. Думал, может, не кажется. Помыл машину. Не сделано так. Снизу даже, где дверь была помята, ее не выправили толком. Сейчас я вам покажу. Сейчас машину загребаем. Ну, у нас вот хоть и минус 23, но, в принципе, не холодно. Да? Ага. Ну, потому что ветра нет. Влажность нормальная. Снег сухой, Саша. Чистит машину. Практически почистим. Ну, давай покажи дверку. Заднюю. Вот, покажи. Вот сюда. Видно даже. Вот здесь была вмятина. На, дай, покажу. Сейчас ракурс не тот выключишь. Вот здесь, ребята, была вмятина. На, подожди. Для нас осталось. То есть, они, даже если ее и выправили, вот получается. Если даже выправили, но она осталась, все видно. Бампер, видите, какой загнутый? Бампер просто, как бы, этот. Вот если объяснить, он не прямо, он вот такой вот. То есть, вместе. Вот если так посмотреть. Вот видите, удар куда был? Вот, видите? Так он и остался. Видите? То есть, они нифига не выправили. Покрас тоже. Да, я сейчас это засниму. Может, его на свет снимать? Да, кому даже, на этот сниму. Тоже хорошо на экран снимать. Видите? Шагрень. Ну, кто разбирается. Есть даже потеки. Не знаю, ребят. У тебя, как у вас осталось впечатление. На, у тебя телефон субьится. Ну, короче, Саша остался недоволен. И больше там точно красить не будет? Нет. Я же... Ты... 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 Продолжение следует...